Здравствуйте! Помните, на прошлом занятии мы с вами изучали тайный шов, соединяющий горизонтально две детали с незакрытыми петлями? Таким образом можно соединить на плече, например, спинку изделия, спинку кофты или свитера, и переднюю часть, полочку. И таким образом на плече не будет совершенно видно шва. Для тех, кто не видел, посмотрите, пожалуйста, предыдущее занятие. Но каким-то образом нам надо соединять, например, рукава или боковины изделия. Для этого применяется другая техника. Посмотрите внимательно на этот образец, особенно вот на его середину. Видите, соединение практически незаметно. Но если мы перевернем на изнаночную сторону, то соединение сразу будет видно. Посмотрите еще раз на лицевую. Видите, соединение практически незаметно. Вот этот шов мы сегодня и будем с вами изучать. Я опять приготовила для вас два образца, связанных из толстых-толстых нитей, для того, чтобы вам было все очень хорошо видно. Но, тем не менее, я вам в помощь подскажу еще один маленький секретик. Как сделать так, чтобы вы очень хорошо справились с этим заданием. Посмотрите внимательно. Соединять мы с вами будем... Вот видите, у нас кромочные петли идут длинные по краешку. Вот они. Вот если мы будем с вами соединять за кромочные петли, то шов будет менее грубым, но тогда с лицевой стороны будет больше заметно, что мы шили. Почему? Потому что кромочные петли, они сильно отличаются. Посмотрите по размеру. Видите, кромочная петля. Вот они какие огромные, да? И видите, петля обыкновенная, которая в середине идет изделие. Они более маленькие. Поэтому нам надо отступить, и мы с вами будем соединять за протяжки середины второй петли от края. То есть нам надо ее пометить, чтобы мы не сбивались. Вот смотрите, у нас кромочная петля, я разверну вам, вы посмотрите. Вот кромочная петля большая, а вот ряд, столбик вернее такой, да? Из петель, из второй петли друг над другом. Так вот мы посередине второй петли вот так вот наметку такую сделаем. Даже можно не посередине второй, а отступить на одну. Потому что там будет сам непосредственно шов. То есть после второй петли мы делаем, намечаем ниточкой контрастного цвета линию для того, чтобы нам ориентироваться. Нам будет тогда все понятно и удобно. Ну, на таких больших петель мы могли бы обойтись и без этого. Но если вы будете сшивать полотно из очень маленьких петель, то есть из тоненьких нитей связано, то это будет совершенно необходимо. Итак, смотрите, еще раз здесь кромочная петля. Вторая петля после кромочной первой, это раз, два, да? После двух петель, одна из которых кромочная, мы намечаем с вами такой вертикальный рядочек. Вверх по протяжкам движемся. Вот. И обрезаем. Я подготовила нить в цвет. И сейчас я закрепляю ее на краешке первого полотна. Вот так вот два раза продев. Просто для того, чтобы она у нас, когда мы будем затягивать петельки, не выскочила. Так, и здесь у нас кромочная. И мы будем с вами за протяжки второй петли. То есть мы сейчас закрепляем на уровне второй петли. Вот. И теперь мы с вами вот таким образом будем сшивать. Вот, посмотрите, очень-очень близко. Из чего у нас состоят петельки, и за что мы будем с вами цеплять иголочку. Вот, посмотрите, у меня на пальцы. Вот лицевые петли. Друг за дружкой стоят одна на другой. И между ними есть вот такие на дальнем плане протяжки. Видите? Вот они. И мы с вами будем вводить иголочку под протяжку. Ввели. Вытянули. С этой стороны мы находим протяжку. Вот она. Под протяжку. Вытянули. Возвращаемся. То есть вот у нас синенькая ниточка ориентир. Отступя пол петли, мы с вами в середину петли вводим иголочку. Снизу вверх под протяжку. Затягиваем. И здесь. Вот у нас ориентир. Половинку мы отступаем. И в следующую. То есть друг за другом, не пропуская ни одной протяжки, под протяжку вверх соединяем. Опять какая протяжка не была еще задействована? Вот она. Вот она. Под протяжку вверх. Под протяжку вверх. Видите, здесь у нас ориентир ниточка. Здесь у нас протяжки. Под протяжку вверх. И здесь под протяжку вверх. Вот протяжка, видите? И с этой стороны. С этой стороны. Вот она. С этой стороны. Вот смотрите, видите? Вот у нас сформировалась. Вот с обоих сторон у нас ориентиры синие ниточки. И мы как будто с вами сформировали вот такую вертикальную полоску из лицевых петель. Давайте я вам покажу еще контрастной нитью. Беру на дальний план. И контрастной нитью еще покажу, чтобы было абсолютно все понятно. Она не совсем контрастная, просто другого цвета, чтобы видели. Выйдем из того же отверстия, из которого выходила основная нить. И будем как будто бы продолжать. Под протяжку. Вот она. Вверх. Под протяжку. Вверх. Вот смотрите, опять показываю еще раз. Синяя ниточка. Отступя от нее полпетли, серединку петли захватываем протяжку. И с серединки опять захватываем здесь протяжку. Здесь захватываем. Снизу подхватываем ее, как бы поддевываем. И наверх иголочку поддеваем. Снизу, наверх иголочку. Снизу, наверх. Снизу, наверх. Ну вот, собственно, там. Где-то очень-очень далеко видно у нас оранжевую ниточку. А так, видите, опять же у нас получается. Мы сформировали дальше рядочек из лицевых петель. Сейчас, если мы с вами уберем ниточки ориентиры. Ну вот, если бы ниточка не была оранжевой, то фактически не было бы видно. Смотрите, нижнюю часть не видно, где мы с вами соединяем. Если это место еще отпарить, то будет вообще незаметно, где у нас произошло соединение. Вот это вертикальное соединение стык в стык. Таким образом мы можем сшивать между собой рукава. Посмотрите, как с изнанки это выглядит. Вот такой шов с изнанки. Вот такой шов с лицевой стороны. И так вы научились еще одному замечательному шву. Поздравляю и до свидания! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!